Сергей Рязанский рассказывает, когда поступил в МГУ на вирусолога и не думал, что когда-нибудь окажется в космосе. В итоге единственный из группы прошел отбор и загорелся мечтой покорить необъятное пространство. Сейчас за плечами у него два полета на Международную космическую станцию и множество проведенных исследований. Он единственный в мире ученый, командир корабля. Появилась новая цель – полететь на Марс. Космонавт делится. Достичь заоблачных высот ему помог неподдельный интерес к науке, который привели родители. Такой же интерес он пытается пробудить в детях. Как отмечает Герой России, юному поколению важно показать всю палитру возможностей и рассказать об интересных профессиях. С этой целью он на протяжении нескольких лет встречается со школьниками. Одна из таких встреч прошла в Самарском университете в рамках фестиваля «Открытый космос», куда приехали 400 учащихся из разных регионов России. У нас есть делегации сейчас на площадке из 60 регионов Российской Федерации. И выбрали мы именно Самару, потому что Самара связана с космической промышленностью. И мы как раз хотели показать, что насколько заинтересовать детей, чтобы они, посмотрев на все, что есть в Самаре, тоже, возможно, загорелись этой идеей, что каждый может из них стать космонавтом. Космонавту Рязанскому провели также экскурсию по университету. Показали Центр приема и обработки космической информации, Музей авиации и космонавтики, а также несколько лабораторий, в том числе наноспутниковых технологий, где сейчас разрабатывают новую модель космического аппарата. Это одно из направлений, которое мы в том числе продвигаем и для школьников в рамках наших конкурсов и совместных проектов, например, с центром «Артек», с детским центром. И один из таких спутников, как раз Сергей Николаевич его тоже смотрел, показывали, разрабатывается под программу «Спейс-Пи» для дальнейшего запуска в рамках этой программы. В конце встречи космонавт рассказал школьникам об интересных фактах из жизни астронавтов. К примеру, о том, как в космосе проводят срочные хирургические операции и даже о том, как приготовили первую в истории космическую пиццу. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова